Привет, я Аси и в этом видео будем смотреть новое видео кингдема, называется 100 быстрых фактов АКС 2. И судя по таймингу видео и по количеству фактов, эти факты будут вылетать нам в лицо, как пули из негива. Главное только успевать понимать это всё. Вы не забывайте подписываться и ставить лайк, если вам всё понравится. И если вас интересуют стримы, то каждый день 7 вечера на этом канале буду ждать. Мы вместе катаем, болтаем у нас уютно, заходите. Поехали! Кстати, если получится, предлагаю считать те факты, которые мы знаем. И напишите потом в комментариях, сколько фактов вы насчитали, и я попробую тоже что-то насчитать. Поехали! Спидран по фактам! Поехали! Когда у кота нету диффузов, то провода жёлто-синие, а когда они есть, то они сине-зелёные. На Инферно в церкви за этой дверью есть секретная геймерская комната, с включённой кайс-сорс. Но верб... Что? Я каждый день катаю на Инферно, обалдеть. Пас можно найти календарь с легендарной курицей, из операции хищной воды. А ещё 21 января 2024 нас явно ждёт какой-то ивент. Новая опер... 21 января 2024, обалдеть, вот это инсайд, первый раз об этом слышу. Если курица попадёт в молик, то она запечётся. Если ты зайдёшь в воду, то твоя одежда намокнет. А спустя 8 секунд стола станет сухой. Теперь у всего есть анимации. У оружия, у гранат и даже у бомбы. Гробов на Инферно больше нет. Но чтобы новые игроки не путались, Valve добавили граффити с надписью «Гробы». Осуждаю, конечно, но почему-то на всех мусорках на Инферно нарисован польский флаг. Двойка на логотипе карты Dust2 — это Double Door. Крутой физикой стекла обзавелись не только окна, но и стеклянные витрилы по всей карте. Абсолютно все дорожные значки физичные. У этой двери его... Я пока только 6 фактов насчитала, обалдеть, очень интересно. ...верпас играет в музыку из Портала 2. На пленту Б есть граффити-каташника, который диффузит бомбу, стоя при этом в молике. Это отсылка на легендарного игрока Оллов Мейстера, который задиффузил бомбу, стоя в молике. ...принеся при этом победу своей тиме. Качели теперь реально работают. На вертига злой программист оставил следующее послание на коробках. Меня зовут Джейкоб. Я работаю с Магнером. Этот тупица не дает мне сходить в туалет, пока я не закончу рисовать эту текстуру. Если я... ...зусь, то это его вида. Если взорвать шарики, то из них посыпется конфетти. Отныне не один... 7 фактов, пока только обалдеть. Я думала, я буду знать намного больше. Потому что мне казалось, что я все очень внимательно рассматриваю в КС-2, обращаю на все внимание. Но оказывается, вообще ни разу я в шоке. Колокол, а целых 5. Первой бета-версии было 4 колокола. Теперь каждую неделю можно выбирать и получать подарки. Стример-эксклюзив при первом же запуске КС-2 решил открыть кейсы. И в итоге ему сразу выпало это. Бум! Бум! О, мой Бог! О, мой Бог! Хорош! А после чего он решил использовать в контракте всякий хлам. И ему снова повезло! Три, два, один! Бум! О, мой Бог! На англоязычном тиктоке появился... Как же он хорош. Ну вот, кстати, я не знаю, был ли увеличенным дроп какое-то время в КС-2, но я открывала капсулы сразу после выхода КС-2, и мне выпало очень много классных наклеек. Розовых, красных, золотых, вообще всяких разных. Ну, не знаю даже, что сказать. Мем КС-2 Smooth Criminal за странные анимации ног персонажей, напоминающих танец Майкла Джексона. Мем настолько завирусился, что официальный канал с КС-2 в Твиттере поменял свой обои. А почему мы продолжаем назвать библиотеку библиотекой, если это теперь вбинный склад? КТ-шники заюзали крюкошку из Бэтмена, чтобы подняться на базу на Инферно. Регистрация выстрела и прицел несинхронизированы, из-за чего вас могут убить, когда вы уже за стенкой, либо не засчитать ваш выстрел вообще. Неделю назад, если бы вы поиграли... Да, меня это так иногда в такой тупик ставит. Я вроде бы стою уже как секунду за каким-то ограждением, а потом бац, а меня, оказывается, уже снесли давным-давно. Если бы вы играли сначала на Вертигам, а потом пошли бы на Эншент, то небоскрёб из Вертигам перекочевал бы в Эншент. С последним обновлением, если быстро-быстро потрясти молотов, то в нём появятся пузырьки. Почему-то на Италии есть детально моделированная пиццерия, в которую можно зайти только используя No Clip, а иначе никак. И, кстати, тут очень аппетитная пицца. Кстати, я только сегодня заметил, логотип Италии, это же логотип Ламборгинии. Можно увеличить или уменьшить звук отдельно взятого игрока. Если вас, как и меня, бесят анимированные аватарки, то в настройках теперь это можно выключить. А, ну да, теперь в игре ещё показывают анимированные аватарки. Когда терры плентят бомбу, они снимают бомбу с предохранителя. У каждого оружия разные звуки падения. На спауне у терров на карте Италии вы можете потренироваться в стрельбе по тарелкам. Когда ты стреляешь в... Столько мелочей он замечает. Мне интересно, он сам это всё находит, или он это с целой командой, они работают и находят это. Но это безумно интересно, я не думала, что будет так круто. Кстати, из 36 фактов я пока знаю только 13. Бутылку с вином, вино разливается. Если использовать ноу-клип и зайти в лифт на карте офис, то можно услышать музыку, которую иначе невозможно услышать. В отличие от CSGO при подъёме по лестницам, персонаж поднимается, используя ноги, а не по воздуху. Бомба теперь всплывает, а не тонет. Но если закинуть оружие в реку, то оно медленно утонет. Деньги с банкомата больше не сыпятся. На двойных билетах написано Gordon F. Отсылка на сами знаете кого. Если зажать кнопку осмотра оружия, и поменять сначала на нож, а потом на гранату, то анимация будет бесконечная. На экране бомбы теперь анимированная звёздочка. Спустя 10 лет, эмку сняли с предохранителя. Карты из мастерской больше не доступны. Заложники больше не получают урона. Можно кастомизировать список оружия. Курицы на вертига делают прыжок веры. Valve подтвердили, что можно будет добавлять анимации на скины. И вот, например, одна из интересных работ в мастерской, которая, честно говоря, смотрится круто. Взрыв бомбы. Ничего себе. Первый раз об этом слышу. Ну, кстати, задумка интересная, но я не знаю, насколько это ассоциируется с реальностью. То есть, возможно ли было бы это в реальности? Хм, интересно. В CSGO был два раза мощнее. Мусорком на Dusty 2 забыли добавить текстурки. Одна нога всегда в воздухе. В настройках можно поменять цвет худа. Кстати, на Мираже тоже есть граффити с отсылкой. АВП с четырьмя киллами. Отсылка на Coldzera с мейджора 2016 года. В настройках нужно поставить четкий звук. А иначе вы не будете слышать шаги противников. Для старых кейсов больше нельзя купить ключи. Теперь видно полеты пули. Недоступные стикеры из CSGO теперь можно увидеть на столбах на карте Италии. В меню статистики можно посмотреть, сколько минут идет матч. Почему-то цвета в логотипе CS2 поменяли местами. Так же как и Челика. У патронов пулемета появилась анимация. Когда вы трясете оружием, либо когда вы их перезаряжаете. На Италии можно найти картины Италии из CSGO. А на Инферно можно найти картину старого Инферно из CSGO. Если вас раздражает слишком яркая картинка CS2, то вбейте консоль в вот эту команду. И цвета станут точно такими же, как в CSGO. От меня... Ну слушайте, помимо того, что здесь куча просто крутых фактов, так здесь еще и лайфхаки. Вот вам, пожалуйста, запоминайте. Я, кстати, не знала по поводу шагов. Надо будет у себя пофиксить обязательно. Анимации не только в конце матча, но и до начала матча. На радаре показываются подозрительные звуки противников. Каски на вертига теперь анимированы. Меню оружия теперь квадратное, а не круглое. Дэнки временно недоступны. А если захотите посмотреть старую демку, то у вас крашнется игра. В дверях на Инферно появилась комната. На Windows 7 игра не работает. Глушители больше не отсоединяются. Если вас раздражает надпись билда, то его можно выключить, используя эту консольную команду. Появилась новая настройка, позволяющая прицелу следить за отдачей. Беседку на спауне у КТ на Инферно больше нет. И колодца тоже нет. Если в главном меню прописать... Я даже и не заметила, обалдеть. Вот эту консольную команду, а после чего поменять на Тера, то Тер появится с щитом. Я очень извиняюсь заранее, кому испорчу игру, но теперь бамбу можно ставить прямо в фонтане. И про это 99% игроков даже не знают. На Молтаве написано Антон. Если выстрелить в ковры, то ткань порвется. Вам нужно 10 побед, чтобы увидеть свое звание. И то звание явно не будет соответствовать званию из КСГО. А у меня раньше было два калаша. Но до этого момента, если вы калаш, вас будут кидать либо против сильверов, либо против глобалов. Водитель на нюке забыл выключить музыку в машине. Надпись Фуши на Инферно, это отсылка на создателя новой карты Инферно, Саймона Фуша. Все фрукты можно порезать, и они очень даже аппетитные. Во псах можно найти книгу, где написано сценарий для фильма Контерстрайк. На карте Анубис в коробках с фасолью можно найти буклет с карты каналы. А если это намеки, то я буду не против. У воды появилась крутая физика. И да, теперь видны ноги. Дырки от пули оставляют гмятины не только на объектах, но и на игроках. Если разбить этот ящик с вином на Инферно, то у вас крашнется игра. Нужно ровно 54 гранаты, чтобы сдвинуть с места аппараты с напитками. Компы, как и в CS Source, можно разобрать на комплектующие. Теперь в главном меню можно приближать и одолять своего агента, а также менять ему оружие и задний фон. Маленькая деталь, но у одежды, которая сушится, имеется физика. Легендарной комнаты с компом на Инферно больше нет. В новой CS2 новый антищит Valve Live работает наконец-то как надо. Из-за которого, кстати, некоторые матчи заканчиваются прямо на середине. С фагбаном игроков. Факт 100. Подписывайся на канал и огромное тебе спасибо за просмотр. Пока. Я насчитала всего 24 факта. Всего 24. Слушайте, я вначале была в себе так уверена. Я думала, что я собьюсь за счёту. Насчитаю там фактов 60 где-то. Я в шоке. Но там, кстати, очень много всяких крутых лайфхаков, которые надо запомнить и потом ими тоже воспользоваться. Вот. Вы напишите в комментариях, сколько вы насчитали и чем вы пользуетесь. А мы встретимся в следующем видео. Пока-пока.